У меня вопросы здесь тоже классные. Дай Бог, чтобы этот случай и 30 или 150 поджогов было, чтобы это все-таки как-то срезонировало и все-таки дало какой-то толчок к тому, чтобы интенсивно придало это движение, чтобы какое-то движение в этом направлении произошло. В ночь с 3 на 4 октября подожгли машину главного редактора у прессы Дмитрия Ежова. По свидетельству очевидцев к автомобилю подошли двое неизвестных, сорвали крышку бензобака, бросили пакет и горящий предмет. После чего скрылись. Происшествие привлекло внимание Общероссийского народного фронта. В Ульяновск прибыла руководитель Центра правовой поддержки журналистов Наталья Костенко. Как бы уже фоторобот составлен, да? Дим, тебе его передали уже или нет? Нет, еще нет. Там и пресса звонит, коллеги звонят, ждут. У меня позвонили в первую половину дня, но там пока у них везут, пока еще. Мои тоже сидят, ждут, когда появится на сайте. Вот, и люди, которые это совершили, должны тоже услышать, в том числе, что как бы и власти, и правоохранительные органы намерены сделать все, чтобы раскрыть преступление. И оно, конечно, не должно оставаться без наказания. Первое, что насторожило нас всех, значит, это то, что в феврале месяце подожгли автомобиль руководителя пресс-службы Палаты справедливости и общественного контроля человека, который много лет проработал с журналистом. Значит, здесь, знаете, все-таки на что обратил бы внимание. Тему поджогов автомобилей как таковых СМИ области, они поднимают уже, ну, наверное, года четыре подряд. Тема актуальнейшая. Если мы говорим о том автомобиле, который Диме сожгли, мы, наверное, все-таки должны и говорить, что в этот день сожгли еще несколько автомобилей, этой же ночью сожгли еще несколько автомобилей. И тут Дима называет цифру 169, наверное, больше Дима за последние годы автомобилей было сожжено как таковое. Не единожды я уже как руководитель государственного органа обращал внимание правоохранительных органов на тот самый беспредел, который в этом плане появился. Реакция, вы думаете, была какая-то? Абсолютно никакой реакции. Стоянки парковки в городе. Это настолько криминализованная структура, что я вам просто скажу по собственной практике, когда муниципальные парковки существуют официально на 21 месте, а рядом они прилезают еще 60, под видом этой муниципальной парковки могу показать пальцем и сказать, где ей показать фотографии и все остальное, и на это нет никакой реакции. И на все эти парковки, которыми мы как депутаты занимаемся, у нас под барах, так называемая лицензионная деятельность там какая-то, значит, и человек спокойно совершенно охраняет, понятно, куда эти деньги уходят. Мы убирали эти парковки, но вы знаете, какая странная штука с ним происходит? Они через два дня появляются снова, либо с этим хозяином, либо с другим хозяином. Причем эти хозяева имеют прямые отношения с чиновниками, либо муниципалитетов, либо других властных структур. Вот что опасная какая штука. И здесь никто не может навести порядка. Деньги крутятся бешено, я не исключаю того, что это может быть даже был намек, что может на страховку, откуда я знаю, если бы водитель ему был точно сказал. Может быть его заставляют таким образом страховку выбрать, потому что человек известно, да? Я не знаю, где он, маль, понемногу кому-то там один шагом дорогу перешел. Может намекать на то, что ставить нужную машину там, где нужно. Или не ставить здесь ее просто-напросто. Хулиганы могут быть совершенно разные. Фактбал, забор, освещение. То есть оно должно быть качественно, грамотно. Сидит пацан, приходит, говорит, хорошо, деньги давай, он ему платит. Я говорю, спокойно, я ему дал там 50 рублей, и все нормально. И спит спокойно. И спит спокойно. Пацан деньги собирает, и сколько собирает за ночь? Вопрос. Подождите, вопрос. Кто-то не знает, что это в городе есть? Кто-то не знает, сколько у нас незаконных парковок? Кто-то не знает, чьи преступные группы на этих парковках? Да каждый знает. Это того, это того, это того. Второй вопрос. Мы что, первый раз сегодня поднимаем эти темы? Первый раз у нас идет обсуждение? Мы что, Америку сегодня открываем? Вопрос второй. А почему ничего не двигается дальше? Да нет, заинтересованы в том, что двигалось где? Во власти. Муниципальные. Вот она вся история. Конкретное место. Мы не знаем, кому что принадлежит. Я не знаю, например, вы знаете, кому что принадлежит в городе? Ну вот, ну как бы, никто не знает. Если у вас есть список, давайте его рассмотрим. Мы здесь лучше говорим. Решать все вместе, потому что вы знаете одно, вы знаете другое. Местные власти, у них своя позиция. Давайте все обсудим вот за открытым столом. И вы можете открыто аргументировать ими. Вот вы говорите, поднимали этот вопрос, в том числе по парковках. К вам кто-то пришел на обсуждение этой темы? Мы много вопросов поднимали, но вы знаете, все. Ну, поэтому я не вопрос. Нет, ну, слушай, к вам приходят местные власти, например, или правоохранители на обсуждение этих проблем? Ну, можно я отвечу на какой-то вопрос? Два круглых стола в Палате справедливости с участием людей в погонах. Человек шесть было со стороны. Причем уникальная ситуация. Вот с этой стороны сидят бывшие сотрудники милиции, а с этой ныне действующие сотрудники полиции. Потому что бывшие перешли в частные охранные предприятия. И бывшие говорят, ну, коллеги, я повторюсь, может, не акцентировали внимание, 30 автомобилей каждые сутки дополнительно мы готовы выставлять. 30? Я думаю, что люди все сидящие за столом. А вам что ответили на это? Нам ответили, мы обдумаем, мы посмотрим. Напишите письмо, плюнул я, написал письмо, обдумали, поставили. Что вам ответили на ваше письмо? Да ничего. Ничего. А почему не стоит вопрос? Письма вообще не было или это было что? Ничего не было. Мы делаем не просто письма, мы делаем онлайн-трансляцию. Ну, хотелось бы подытожить, что дальше будет с вашей стороны, со стороны Центра. Мы со стороны Федерального Центра готовы поддержать любое. Начитать письмо в МВД, добиться, чтобы, может быть, внимание было обречено с Федеральным Министерством на эту проблему. Написать, обратиться к губернатору, если это нужно, чтобы они должное внимание уделили. Но, конечно, эту проблему нужно окончать, в том числе и со стороны самих жителей, понимаете. А некоторые просто не понимают, да, что это в их интересах. Многие считают, что это не коснется. А многие опасаются, что у них тоже машина завтра возгорится. Но они не знают, что предпринять, да. То есть, как бы, но тут нужно, мне кажется, объединить всем усилия, чтобы не, допустим, вообще, в принципе, исключить эту ситуацию в городе. Добрый вечер. Мы решили продолжить тему разговоров в студии телекомпании «Арсенал». Сегодня у нас в гостях Владимир Корнилин, бывший начальник ГАИ 80-х годов. Олег Лабунец, член правления Народного фронта. И Григорий Каленов, депутат городской думы, адвокат. Тема парковок и криминальных разборок, как, на ваш взгляд, долго будет еще актуальна в нашем городе? В обозримом будущем эта тема не то, что будет, она будет все еще усложняться, напрягаться. Потому что пока предпосылок для снятия этих вопросов с повестки «Для» никаких нет. Почему, как вы считаете? Наверное, первое, что они должны быть легальные в парковке. Тогда будет понятно, где она стоит, кто за нее ответственный, кто несет ответственность. Не будет никаких поджогов, и машины будут стоять в положенных местах и находиться под охраной. А как рассматриваются парковки? Земля дается в Думе, рассматриваются эти вопросы? Знаете, соглашусь с коллегами, что некоторое время, во-первых, будет. Да, согласен. Рассматриваю. В последнее время вышли новые изменения в Граностроительный кодекс, где вопросы планировки, а именно Граностроительные нормативы. Какое должно быть количество машин и мест? Как это должно вообще располагаться и так далее? Вот они на органы местного самоуправления эти вопросы. Когда это произошло? Да вот летом, в июле этого года, 2014 года. То есть сейчас это все переходит на уровень планировки. Ну, возьмем пример. Вот земля под многоквартирным домом, это земля чья? Городская или земля дома? Об этом ободавляющем большинстве жителей не задумываются. И власть говорит, это земля дома. Поэтому жители должны на общем собрании принять решение, там тот, тот, тот и так далее. Вот может быть, это вот нехороший случай, о котором вы говорите, что автомобиль тут у нас горит не один день. Да. Может быть, он заставит в том числе более системно посмотреть на эту проблему и ускорить, чтобы это растянулось на те 2-3 года, которых я только что сказал. А в течение следующего года законодательно, по крайней мере, определить, для того, чтобы было понятно, кто несет ответственность за это, за это и за это. Понятно. Владимир Николаевич, в 80-е годы что, не было таких разграничений? Где газон, где это, что, как? Все было, машин не было. Не было. Машин такого не было количества. Не надо, не надо. Ну, конечно, не было. Машин осталось столько, сколько и было. Просто концентрация транспорта сейчас стала совсем другая. Вот возьмете город Ульяновск. Это прикрытие госавтоинспекции бывшей, а сейчас она ГИБДД называется, о своей бездеятельности. Транспорта осталось столько. Если раньше у нас было, скажем, в городе Ульяновске, сколько было строительных? Автобаз 1-й, 2-й, 3-й, 4-й строили авиапром. Управление механизацией было 5. Изменилось качество этого автотранспорта. Вы правильно говорите. Оно принадлежало предприятиям, а сейчас принадлежит гражданам. Легковой транспорт, он сгруппирован вот в центре. Раньше был, извините, туалет, сейчас кафе сделали. К этому кафе надо подъезжать. Это днём, а ночью у нас проблемы в спальных районах, где невозможно поставить машину. Что же вы хотите? У нас раньше такого не было. Вот, градостроение. Надо смотреть, вот сейчас реклама идёт, там Симбирские высотки. 28 этажей. 500 квартир. Вот если в каждой квартире по одному будет, предположим, владельца машина, а в некоторых квартирах сейчас есть, в семьях, и два автомобиля, и три. Наши семья, то есть, представьте, вот градостроительные нормы, они должны предусмотреть не просто само здание, а окружающую среду. У нас сейчас строители, все покупили, он 2-3 участка, и строят дом вот такой вот высотности. А там просто для виду, что вот парковка есть, парковка на 10-15 машин. А в этом доме по вместимости, по транспорту, который здесь сконцентрирован, там будет 150 машин. А как считаешь, будет расследовано это преступление, я не знаю, найдут людей, которые сожгли эту машину? Ну, не возбудить, уголовное дело обязано, не возбудят. Дело будет, но результат-то лишь бы был. У нас людей убивают, режут, я на сегодняшний день не слышал ни одного, что у нас раскрыли преступление по убийству, или там, недавние, которые были с Гасановыми. У нас никакой информации до сих пор нет, что кто-то найден, кто зарезал, или какие-то подозреваемые. А мы говорим о какой-то сожженной машине, которая сжигает каждый месяц по 2-3 машины в городе Ульяновске. До этого тоже никто никого не нашел. Разве что, в севере, соберутся и будут только искать, кто сжег машину Ежова, то, может, найдут, а так? Да, даже найдут. Вот смотрите, автомобиль недешевый. Если я правильно помню, там, Хонда-Пилот. Ну, нашли человек. Скорее всего, человек будет малоплатежеспособен. Давайте отвлечаемся, что это владелец какого-то портала. Представим, что это человек, который не владелец, и у него автомобиль другой стоимости. Возмещение убытков. Вот тоже одна из проблем, которая возникает. Да, подожгли машину. Убытки кто будет возмещать? Нашли его. Осудили, посадили. Он сидит. В мировоздесях. Деньги-то. Сидеть? Ему еще предписывают выплатить там 3 миллиона. Деньги-то откуда взять? У него нет денег. Но он их не знает. То есть, человек, получается, ему, во-первых, подожгли. Во-вторых, он не защищен. Страхование. Одна из частей, которые, в общем, тоже здесь стоит обсуждать. По ОСАГО это не перекрывается. Соответственно, платное. То бишь, дополнительное страхование. КАСКО. КАСКО сегодня, это уже известно, что одно из самых дорогих КАСКО у нас в Ульяновской области. Исходя из того, что там есть некие системные причины. То есть, здесь получается, вот абсолютно согласен с Владимиром Николаевичем, мы на сегодняшний день видим некую системную проблему, которая может вылиться в крупное недовольство. Может быть, они и сподвигнут нас к тому, чтобы мы задумались о комплексном подходе, а не о том, что вот, вот, сейчас мы его посадим, там, ОНФ приедет, его посадят. Я одно не понимаю. Ну, это кто? Мы, это все мы. Вот мы сидящие здесь с столом. Каким образом? У нас у каждого здесь, вот даже сидящего за этим столом, свои интересы есть. Это не плохо, не хорошо. Так и есть. Мы их должны, а, обозначить, б, договориться, как мы будем дальше взаимодействовать. Если этого не будет, то происходит то, что происходит. Коротко, прежде чем законодатель должен был принять тот или иной нормативный акт, так, вот, создать этот общественный договор, он должен будет смотреть, как будет ликвидирован конфликт интересов. Абсолютно правильно. Конфликт интересов. Да, да. Вот когда конфликт интересов будет решаться, тогда и общественный договор будет работать. А если конфликт интересов не решается, то у нас, порой, делают так, через коленку луют. Я вот помню, у нас приняли закон о том, что пиво нельзя там пить на улице, заворачивая газетку и прочее, на парадоксы. Так? Ее как пили пиво, так и пьют. А если взять застройку предыдущую, так она тоже не приспособлена была к тем же машинам. Знаете, что интересно, абсолютно согласен, да? То есть старые кварталы мы возьмем, там, дворовые территории, предусматривают, что в дворе будет стоять пять машин, не больше. Не больше, да? 61-й год застрой, допустим, у меня вот... Да не надо 60-е годы брать. А тем не менее, смотришь... Возьмем даже фруктовую, где я в улицу жил, улитно. Давайте, да, это позже, в 80-е годы. Там то, что самое, в 80-е годы. Сама структура автотранспорта. Мы в сегодняшнем деле рассказываем, что у нас сегодня что-то не происходит. Структура автотранспорта в то время была совсем другая. Так у нас и города, блин, не рассчитаны были, блядь, на то количество машин, которые возвращаются, блядь. Они были рассчитаны на то количество машин, которые было там. Так вот им нужно на перспективу. Если личный транспорт... Мы же не живем вчерашним днем, блядь, а развиваемся. Вы говорите о старой застройке. Вот именно, на старой застройке не предусмотрено, блядь, не было ни к тому моменту, ни к сегодняшнюю. Вот смотрите, улица Большая Саратовская, ныльте улицы Гончарова. Царь рассчитывал на богатых. На богатых и на перспективу. А в середине 50-х годов мы начали рассчитывать на бедных. На бедных. И вот этот расчет на бедных, он очень нас загнал в итоге в ловушку, которую мы сегодня расхлебываем. Нам надо определиться. Это как анекдот советского периода. Он говорит, за что воюете? Говорит, чтобы богатых не было. Говорит, а мой дед всегда мечтал, чтобы бедных не было. Мне кажется, задача власти всегда была, если остается, это создание комфортных условий для жизни людей. А комфорт не в том, не в бедности комфорт. Комфорт как раз в так называемом среднем и богатом классе. То есть бедных должно быть меньше. А мы вот этим конфликтом, мы сегодня загнали ситуацию, во что ее загнали. Давайте вернемся все-таки к нашим разговорам. Ну хорошо, понятно, что можно так, нужно было так сделать. В чем мы сделаем сегодня? Хорошо. Знаешь такое ощущение, когда травка подрастет, коровка с голоду помрет. Вот я говорю, ты где машину стоишь? Во дворе. Во дворе. Значит, во всем мире... У нас есть парковочные места во дворе. Хорошо. Во всем мире люди ставят на улицах. На стоянках. На улицах. В больших городах. Возьмите Москву, возьмите европейские города. Стоят на улицах. Да. Вопрос в другом. Не жгут машину. Ну если там не крайние формы, как в той же Франции. Есть один район, где жгут, там в районе. Понятно. Но поставил человек машину, пошел, не знаю, в гости приехал, пришел, машину сожгли. Это разговор не даже больше никто... Но у нас должно, во-первых, быть, яичную перебиваю уважение друг к другу, прежде всего. Что если ты паркуешься, то поставь, пожалуйста, машину так, чтобы другой человек мог поставить рядом машину. А у нас обычно ты приезжаешь, стоит вот такая территория, а по этой территории стоит посередине одна машина. И больше никто другой стать не может. Все-таки... Просто у нас нет культуры вождения и культуры уважения друг к другу. Но в то же время, знаете, ну хорошо там, нет культуры. Все-таки как бы мы поставили машину. Но когда машина, человек, кажется, там очень много времени на эту машину, вдруг просто кто-то пришел и сжег, да? Ну просто сжег. Как вы говорите, там 70 машин, что ли, он говорил, что сожгли. Или еще что-то такое ближайшее. Ну с начала года, да. С начала года, да. Это так и есть. Просто кто-то жжет. За что? Я хочу понять, за что-то жгут? Или просто так, какие-то есть хулиганы, значит, что-то с ними что-то надо делать. Это как раз вот о чем Владимир Николаевич говорил. О том, что анализ причин правоохранительной системы сегодня, как вот, я как эксперту им очень доверяю, она сегодня не делает. Машины разрешили парковать на газонах. Мы об этом не думали. Нельзя машину ставить. Я абсолютно согласен. Я поставлю на газоне. Почему? Мне так удобно. Значит, я полицейского вызываю. У меня случай был у самого лично. Стоит машина на газоне. А мы только там посадили около дома кустарнички и хорошие цветочки. Мы с бабушками вместе посадили. Уставят машину прямо в нагляд. Машина дорогущая. Подхожу к полицейскому. Мы пойдем, протокол составим. Он говорит, нет. В форме все. С жезлом. Нет, пойдем, составим протокол. Я не могу. Нужно вызвать специально человека. Через сколько он приедет? Ну, минут через 40. Ну, когда чего-то так было? Ну, он право ходил отнимал и правильно делал. Правоохранительная система должна иметь меру воздействия не такую, как сейчас. Да? Она должна быть быстрой и оперативной. И ни одно наказание, то есть ни одно нарушение не должно остаться без наказа. Да? А сейчас сама система по себе. Вот инспектор, его задача не допустить на данном участке дорожного транспортного движения. И цель не в штрафе, цель не в компостерной просечке, там, приплошение. Цель не в лишении водительских прав, а цель в том, чтобы работать с водителем в живом контакте, чтобы он не допускал. У них общая база, чтобы не было антагонизма между водителем и инспектором. Общая база правил дорожного движения. Один будет соблюдать правила дорожного движения, значит, он избежит аварии. Второй смотрит, чтобы он соблюдал эти правила. И должно быть у них взаимопонимание. Сейчас взаимопонимания между службой и населением нет. Сейчас нет взаимопонимания среди населения. Потому что люди разделены на бедных и богатых. Это вот материальное неравенство, по сравнению с тем, оно сказалось социально. И сейчас уже человек, он приобрел каким-то путем большие деньги, каким-то путем законным, незаконным, и это из него прет. Надо показать. Он приезжает во двор и ставит посреди двора. Он плевал на всех, на остальных. А мы говорим о культуре. Эту культуру надо выживать вот так вот, четко и ясно. А у нас правоохранительные органы, они работают так вздумчиво с головой. Ну, вот у нас. Сейчас требовательность к работникам, скажем, полиции, милиции, она принижена. Принижена. Потому что надо требовать с них за результаты. Если у тебя нет результатов, значит, освободи место тому, кто эти результаты сделает. А у нас сейчас были бы деньги, и все вопросы погасили. А скорость приезда экипажа в 80-е годы была регламентирована чем-то, нет? Дорожно-патрульную службу. Ну, так, ЛГАИ. Ну, регламентации такой, как таковой, не было. Не было, да? А какие были правила? Дорожные были, что в течение часа, независимо от того, где там, потому что город есть город, дорожные патрульные службы, есть дорожные патрульные службы. Вот главное, чтобы люди понимали, что это все для них. А у нас сейчас что делать? Мы до парадокса заходим. Я вот последний раз, инициатива с госавтоинспекцией, с Москвы, о том, что аукцион объявить по красивым номерам. Ребят, мы же сами ставим в неодинаковое положение водителей. Один едет на Запорожце, а второй на Мерседесе. И уже тот, который купил там три пятерки, три буквы М, не 73 номер, а 173, это сигнал любому гаишнику, что этот неприкасаемый, он отдал такую сумму денег. Ну, это же парадокс. Я скажу, что в Германии, или ты приходишь и можешь заказать любой номер, это стоит 50 евро. Все? А у нас доходит парадокс? Ну, давайте, это же не работает. Так, я про это прошу, он начал говорить, потому что милиция должна заниматься работой, а не бизнесом. А у нас доходит до того, что сотрудники милиции заказывают своих начальников. Возьмем Ростов. Да, бывший наш коллега, да? Бывший наш коллега, который у нас был начальником Гаивлить, уехал в Ростов, и его зам уже заказал его, которого коллегой чуть не сделали в Литно. Ну, он немножко учел обстоятельства здесь, которые в Ульянске, обстоятельства там, которые в Ростове. Но, тем не менее, это факт состоит с фактом. А что вы удивляетесь, у нас кругом заказуха? Один бизнесмен, второго заказывает? Бывает. Да не бывает, а сплошь. Так кто исполняет вот это, Литно, непонятно тогда, Литно. Исполняли кто люди, Литно? За деньги? Нет, надо разбираться, люди, которые находятся в федеральном розыске, почему-то радикально и ваххабитами, и они исполняют волю полицейских, тогда надо разобраться, почему наша полиция этих людей кроет, и почему они спокойно передвигаются и выполняют их какие-то заказы. Литно, из-за этого-то никто, единственное, кого... В нашей полиции порой я лучше к браткам должен попасть, чем в нашу полицию. Возьмите казанские события, когда там отделение было. Девять человек судили. Я про это и говорю, что полиция должна будет заниматься полицией, Литно. Развращены деньгами, социальным неравенством, отсюда вот эти все перекосы. Но при этом, при всем, можно работать, можно работать, можно находить нормальные формы. Первое, установить жесткую требовательность. Поставили руководителя, у него должен быть, конечно, результат. Вот у нас было, например, в свое время, так? Если у меня дорожно-транспортное происшествие произошло, где 2 и 3 трупа, меня обязательно ташут, независимо от того, что у меня там, хорошо или плохо, знамя у меня, не знамя у меня там, главка, меня ташут на бюро обком партии. Меня ташут на облсполком. И я там отчитываюсь, говорю, почему это стало возможно, туда-сюда, и привожу тем фактором. То есть, дорога была не так сформирована, там, ремонт не был дороги, там, коммунальные органы плохо работают, чистят, и так далее. То есть, комплекс рассматривался, каждый дорогой, а сейчас сплошь и рядом. И никакого спроса нет. А машины жгут? Были поджоги в туалет? Поджогов в таких машинах? Это вообще было исключение. Исключение. Я вот в свое время работал в лавковом партии, когда возили административных органов. Курил в милицию, был на коллегиях, и так далее, на итоговых, и так далее, и тому подобное. До госавтоинспекции. Так вот, убийства были в области от 35 до 53 до 54 убийств. За год, да? За год. Умышленных, я имею в виду. А сейчас 800-1200, и еще столько подснежников. Ну, отсюда, конечно, вот этот вот наплыв всей этой массы преступных, так, волн. Конечно, они не срабатывают. Отсюда, вот, как говорится, и быстрее дело туда, это принять заявление, не принять заявление, укрытие, и так далее, и тому подобное. Все эти подснежники, все это сказывается. Но вот надо по спасанию руководителя. Вот тебе дали год, ты должен навести порядок. А у нас порядка нет. И не заигрывать. А власть-то должна контролировать? А власть должны? Если власть без действий. Партии. Народный фронт? Да. Народный фронт раньше была у нас коммунистической партией. И каждый директор знал, что его если вытащить на бюро обкома партии, там ее может и техничка, которая отчехвосить, и любой отчехвосить. А сейчас что? Он проворовался в Единой России. Миллионы украл. Как проявлял Единой Россия? Ну, там, убрали ее из членов партии. Ну, и что? Деньги тут спер. Все-таки, я думаю, что каким-то образом общество должно контролировать, как и власть. Конечно. Конечно, общество должно контролировать. Таким образом, как вы думаете, какой механизм должен? И несколько механизмов. Абсолютно согласен, что это, конечно, однозначно партийный механизм. Ну, пресс в том числе, да? Несомненно. Это свободная пресса. Верси, что Южов сожгнет машину как раз за те материалы, которые... Которые он публиковал, наверное. Одна из версий, да. Свободная журналистика. Ну, то есть, свободно распространять материалы о том, что происходит. Дальше. Система адвокатуры, она должна быть очень в связи с журналистами. Потому что вот все проблемы, которые они проявляются, они проявляются или в административных органах, или в судах. Вот коллеги-адвокаты, мне кажется, мое мнение субъективное, естественно, мало взаимодействуют со средствами массовой информации, но и система выборов. Вы посмотрите, мы же 14 сентября только что по России посмотрели, как выборы прошли. Люди перестают верить в власти и перестают ходить на выборы. Подавляющее большинство регионов показало, что интерес к выборам падает. То есть, общество не верит, что контролирует. То есть, те наказы, которые нам дают, мы каким-то причинам, мы же всегда найдем, чего объяснить, мы не выполняем, и мы за это не несем ответственность. Абсолютно согласен. То есть, вот эти вот системы партийные, однозначно совершенно пресса. Значит, система различных общественных организаций, которые у нас очень часто превратились в предаток исполнительной власти. То есть, у нас организация, она выполняет что? Иди освети мое мудрое решение. Вот этого быть должно меньше. То, что этого совсем не будет, это нонсенс, это везде есть, было и будет. Этого меньше должно быть. А по большому счету, это все делает один единственный механизм, который я лично очень люблю на протяжении многих лет. Это механизм конкуренции. То есть, должна быть политическая конкуренция, экономическая конкуренция, потому что политическая конкуренция позволяет прийти тем политическим силам, которые удовлетворяют запросы общества. Если политической конкуренции нет, вот о чем говорил Владимир Николаевич. Кстати, из-за чего крах советского государства произошел? Отсутствие политической конкуренции. Сегодня постепенно это складывается. Мало. Политической конкуренции. хорошо как считаешь от народный фронт есть по силу которая может объединить ну во-первых это не парка на сегодняшнем это движение и на сегодняшний момент как бы народный фронт как определенные задачи по контролю они выполняете действительно не есть реальный потому что то что пытаемся и донести и до президента и до людей что какие-то определенные задачи как и по коррупции по остальным они выполняются контролируется докладывается есть подвижки на сегодняшний день это пока единственная сила скажем так который что-то может сделать реально единственные силы остальные пока так то больше имитируют чем на сегодняшний день это как бы я скажу что это мы ограничены в том в том количестве людей которые на сегодняшний момент присутствуют каждом регионе потому что она не увеличивается не расширяется потому что есть какой-то костя который первоначально был создан и он занимается и обхватить например там все что взять то например весь регион лет на то есть это нереально то есть есть какие-то глобальные проблемы в которые мы влазим и мы их но что-то подобие народного контроля на раньше был аналог народного контроля так который имел полномочия и начинал контролировал как это защита прав потребителя я вам могу сказать однозначно совершенно мы сегодня получили в ульяновске вообще уникальную ситуацию я мечтал они вот как чиновник в свое время очень мечтал что у нас было много общественных организаций которые бы занимать защитой прав потребителей сегодня 12 в ульяновске только 12 это при всем при том что пять лет назад было 2 слава богу и сегодня их много из-за этого много значит там другая возникает задача но это задача уже власти это донесение вот того что они выявили дальше движение там законодательной плоскости в плоскости правоприменения и так далее но вот это пошло это началось и я вот ну я вообще не люблю один чего-то там один народный фронт одна там единая россия на там кпсс или кпрф не важно когда вот две появляются все это закон когда у тебя появляется кто-то который тебя начинает поддавливать ты вынужден хорошо работать спасибо большое за беседу я это надеюсь вас еще раз увидеть нашей студии я думаю что надолго не будем прощаться